Как минимум до конца летних каникул школьница из Рязанской области будет находиться под наблюдением врачей. У девочки тяжелая психологическая травма. Она стала жертвой сексуального преступления. Тех, кто надругался над ученицей второго класса, нашли, но уголовное наказание им не грозит. Самому старшему насельнику, воспитаннику кадетского корпуса, всего 13 лет. Подробности скандальной истории в сюжете Елены Губановой. Десятилетней Даши очень хочется забыть о случившемся, но без помощи психологов ей не обойтись. Школьницу изнасиловали ученики второго класса. Эти кадры они сами сняли на мобильный телефон и выложили в интернет. Следователи внимательно изучили эти шокирующие кадры и выяснили, насильников было трое. Самому старшему, воспитаннику кадетского корпуса, 13 лет. Как рассказала школьница, подростков она встретила в лесу у пруда. Бабушка сказала, иди посмотри гусей. Я пошла за гусей, меня там большишки поймали и заставили. Несколько часов родные искали Дашу, обзвонили знакомых, соседей, обошли все магазины. И только к вечеру заметили ее недалеко от дома, на берегу. Смотрю, она вылезает оттуда, растерянная, испуганная какая-то, мученная. Но я не придала этому значения, потому что думаю, ну ребенок за день устал. Почти две недели школьница молчала. О том, что произошло, родителям рассказала соседка. Она увидела в интернете ролик с участием Даши. Мать в тот же день написала заявление в полицию и отвела дочь к врачу. При первичном обследовании гинеколога нашей Пронской районной больницы было подтверждено изнасилование с занесением инфекции. То есть плюс еще лечение. Но лечение мы уже начали. Полицейские уже установили имена всех подозреваемых и допросили в том числе родителей. Подробности в силу возраста вероятных насильников не оглашают. Делом с участием несовершеннолетних занялся Следственный комитет. По окончанию доследственной проверки будет принято законное и обоснованное решение. Но, несмотря на то, какое будет принято решение, к нам будет проведена профилактическая работа с детьми, с преподавателями школы и их родителями. Будут направлены информационные письма в различные организации для решения вопроса о помещении данных детей в спецшколу. В школе после инцидента провели педсовет. Оказалось, некоторые из учителей, даже директора, о случившемся знали, но почему-то молчали. Кроме того, на собрании заявили, что Даша якобы сама спровоцировала подростков. Родительский комитет, мягко говоря, в недоумении. Выходит это из школы, что чуть ли не сама Даша это организовала. В общем, Даша прям сексуалистка. Понимаете, я в ужасе от этого. Разве вообще староклассник, 9-летний ребенок, вообще вы о ком говорите, ребята, взрослые товарищи? Вам что дороже, деньги, кошельки, посты, а не судьба ребенка? Пока разбирательства продолжаются, психологи посоветовали родителям увезти дочь подальше от поселка, чтобы во всем забытии нужно сменить обстановку. Родители уже забрали документы из школы и познакомили Дашу с новым классным руководителем. Елена Губанова, Алиса Селиванова, Константин Яровенко, телекомпания НТВ, Рязанская область. Продолжение следует...